Расскажу сегодня, как появились сорта высокорослой голубики. Это дамочка у нас иностранного происхождения. Ее родина является восточное побережье Северной Америки, от южных озер и южнее до Калифорнии. Растение это растет в различных, встречается в дикой природе в различных видах в Америке. И существует порядка четырех различных видов дикорастущей голубики, которая встречается в Америке, которая является прародительницей той голубики, о которой мы рассказываем вам на протяжении этих 10 лет. У нас в России проживает ее ближайшая родственница, называемая голубикой топиной. Это небольшое растение, невысокое, высотой до 25 сантиметров, которая растет в очень многих регионах Российской Федерации. Встречается и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Средней полосе России, и в Якутии, и на Дальнем Востоке, и очень много где. Ну так вот, голубика высокорослая, родом с американского континента, и там первые ее сорта появились методом естественного отбора из дикой природы. Когда люди наблюдали растущие кусты, и те кусты, которые им нравились, они помечали, затем выкапывали их, переносили к себе в сад, и дальше работали с этими сортами по их улучшению. Первые сорта были получены именно вот таким естественным способом отбора. Дальше уже специалисты по генетике стали скрещивать разновидовые сорта голубики, ну например, голубика высокорослая с голубикой эшли, или голубика низкорослая с голубикой высокорослой. Это все дикорастущие виды между собой для получения растений с определенными заявленными свойствами, с повышенной морозостойкостью, с повышенной ягодой, с более крупной ягодой, с более сладкими ягодами и так далее. И вот таким вот образом, делая вот эти межвидовые скрещивания, получались определенные новые сорта. Сейчас селекция в основном идет межвидовая, когда скрещивают сорта раннего срока созревания с сортами среднего срока созревания, уже более такие высокоорганизованные сорта для получения промышленных сортов, плавносящих в периодах, когда голубики мало. Ну, например, между дюком и блюкропом, между блюкропом и эллиотом и так далее, для получения каких-то сортов, замечающих вот эту вот единую линейку. Кроме того, много сортов сейчас селекционеры выводят для регионов с неподходящими климатическими условиями, для расширения ореола, использования голубики в разных регионах, в том числе и в очень южных, и в очень северных. Вот такая история голубики. Хороших всем урожаев. Пока!